В Югру привезли одну из главных святынь православной Сербии. Представители Белградской церкви Святого Николы передали Ханты-Мансийской митрополии икону «Белый ангел Милишевский». Это фрагмент одной из фресок в Вознесенском храме монастыря Милишева, который был основан в начале XIII века. На ней изображено явление архангела Гавриила Мироносицем у гроба Господня. Икона символизирует воскресение Спасителя. В XX веке образ белого ангела стал национальным символом православной Сербии и ее защитником. В 1999 году, когда страна подвергалась бомбардировкам силами НАТО, итальянскому пилоту Валерии был дан приказ выпустить по монастырю ракеты. Но на подлете она в небе увидела образ белого ангела и не выполнила приказ. Митрополит Павел поблагодарил гостей за драгоценную святыню и вручил в дар икону небесного покровителя Югры, святителя Нектария, архиепископа Тобольского и Сибирского. Отмечу, передача иконы состоялась в рамках 8-го международного гуманитарного форума гражданские инициативы регионов 60-й параллели. Сербская святыня будет храниться в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. Я очень рада, что можем передать вам икону, самую, наверное, благословенную, самую известную икону Сербии – Белый ангел. Автор, естественно, неизвестен, очень имеет долгую историю, для того, чтобы этот Белый ангел своими крыльями покрыл и вашу епархию и благословил на долгие года. Дай Бог, чтобы святитель Нектарий помогал на сербской земле вам и, конечно же, всем нашим собратьям помогал бы нам объединяться в молитве и ходатайством своим пред Богом о нашем спасении. Мастерицы спасения Югры и Совета ветеранов снова взяли в руки спицы и клубки шерстяных ниток. Они готовят очередную посылку своим землякам, участникам специальной военной операции. Для вязания рукодельницы используют натуральную пряжу, стопроцентную овечью или верблюжью шерсть. Свои изделия они украшают народным орнаментом. Эти традиционные узоры коренных жителей напомнят солдатам о том, что на родине их любят и ждут. Поддержать своих сыновей, братьев, чтобы им было комфортно, как бы получить посылку с Югры. И мы как бы с любовью вяжем, и сердечностью в каждые носки вкладываем молитвы, потому что все-таки это тяжело очень, когда что-то происходит плохое, а когда видим, что все хорошо и нам тепло от этого. Активисты спасения Югры и Совета ветеранов тесно сотрудничают друг с другом. Они проводят вместе много общих мероприятий, посещают культурные и развлекательные программы, решают сообщие множество вопросов. Сейчас их усилия направлены на общее дело – помощь участникам специальной военной операции. От Совета ветеранов верблюжья пряжа у меня сегодня получила и начала вязать так. Я второй год уже, первый год в прошлом году в Милосердии вязали, также носки отправляли, коробки собирали. А помимо вязания носков еще делать свечи и плестись, и будем подготовить помещение. Работы много, главное, чтобы наши мальчики, наши сыновья, племянники, все, что у меня там лично трое, чтобы они живые, здоровые и в тепле были, чтобы все вернулись в победы. Большая партия шерстяных клубков поступила и в Ванзеват. Там местные рукодельницы тоже приступили к вязанию. Мастерицы района рады принять свои ряды новичков, которые умеют быстро вязать. Все желающие принять участие в важном добром деле могут обратиться в общественную организацию спасения Югры или в Совет ветеранов. Ирина Шевер, Данил Берцович из Белоярского. Специально для телеканала Югра. В Югре пересмотрят порядок предоставления компенсации оплаты услуг ЖКХ семьям военнослужащих. Вопрос подняла она встреча с губернатором Однесс, жительниц Урая. Дело в том, что решение о предоставлении этой льготы приняли год назад, в ноябре. И в отдельных случаях закон не действовал в отношении семей тех участников СВО, которые заключили контракт раньше 1 октября 2022 года. Прямо на встрече Наталья Комарова дала поручение пересмотреть формулировку этого постановления, чтобы она учитывала интересы защитников, которые в числе первых откликнулись на зов Родины. Стоит отметить, что в регионе над совершенствованием пакета поддержки мобилизованных и контрактников власти округа работают в связке с военкоматом и фондом защитники Отечества. Это позволяет быстро найти ответ на каждый конкретный запрос. В частности, в Югре расширили список членов семьи участников СВО, имеющих право на льготы после одного из обращений. У мобилизованного не было родителей, супруги, детей, только брат. После изменения регионального закона братья и сестры получили право на компенсацию в случае гибели или ранения военнослужащих. В другом случае встречались, выяснилось, что наше решение оказывать помощь в виде оплаты расходов на проезд из отпуска и обратно в регион. Не то, что затруднительно иногда, просто невозможно представить документы проездные, когда уже вернулся в зону специальной военной операции. Ну там бегай, да, ищи, как этот билет переправить добрым, замечательным чиновникам. Мы тогда решили, перестроили эту схему и приняли решение, что 25 тысяч рублей информации из военкомата в отпуске человек, выплатили и без всяких документов, без всяких хождений. Идея проекта некоммерческого объединения «Сармат» у Романа Шутова и его единомышленников зародилась в начале этого года. А уже к лету своими силами и при спонсорской поддержке ряда предприятий общественникам удалось оборудовать собственные помещения для сборки и соответствующей программной настройки первых боевых квадрокоптеров, а также проведение обучения на специальном оборудовании операторов-беспилотников. Организовали компьютерный класс в начале лета, то есть полностью игровые компьютера и там пульты полностью закупили, чтобы на 10 человек, то есть в данный момент можно 10 человек спокойно обучать. Благодаря нашим школам, городу Советский, гимназии и 4-й школы, они нам отдали свои бушные парты, мы их немножко восстановили. Идея общественников собрать боевые квадрокоптеры возникла не случайно. События на Донбассе отчетливо показали значимость и эффективность этих летательных аппаратов в современных условиях ведения боевых действий. Как говорят наши ребята на передовой, без них как без рук. Во-первых, одна бригада использует в день минимум 30 дронов Камикадзе, да, то есть если взять масштабы операции, да, там очень-очень большое количество дронов используется. Это очень востребовано на передовой, потому что один дрон он сохраняет в среднем, если брать, да, по минимуму жизнь 20 нашим бойцам. То есть, да, уничтожая легкобронированную и бронированную технику, также блиндажи и живую силу у врага. Поэтому это необходимо просто. И важно помогать нашим ребятам на передовой. В сборочном цехе авиамедлистов работа идет практически ежедневно. Кто-то оттачивает на специальной программе навыки и мастерство пилотирования дронов, кто-то осуществляет сборку и настройку деталей квадрокоптеров, а кто-то занят настройкой программного обеспечения беспилотников. Каждый понимает ответственность и важность своего дела, ведь качественно собранный дрон – это десятки спасенных жизней наших ребят на передовой. Сейчас вот получили комплектующие, ну, давно еще получили. Сейчас вот собираем все, проверяем, как что работает, чтобы ребят не подвело в отысканный момент. Навыки определенные нужны, то есть, по типу, как правильно спаять, как все работать, как все правильно с собой подружить, чтобы все работало гармонично. Нам главное, чтобы наши товарищи могли быть уверены в том, что данный аппарат смог уничтожить технику и спасти их товарищей и их самих. Начинал самостоятельно, учился вначале летать, потом программировать, прошивать их, паять в конце. Удается хорошо, делается все достаточно типовое. Сложно первый раз, потом все по аналогии просто. На момент СВО пока можем чем-то помочь, надо помогать. А вообще, в целом, тема очень перспективна, применение дронов в очень многих сферах мирной жизни. Конструкторы-любители готовы продолжить свое начинание и в следующем году. Главное, чтобы была поддержка неравнодушных земляков. Все зависит только от количества, скажем так, собранных денег, потому что очень тяжело за свои деньги собирать такое количество дронов. То есть, чем больше денег будет, тем больше мы купим комплектующих. То есть, также у нас организованы сборы на территории Советского района и города Югорска. Информация для желающих оказать финансовую поддержку НКО «Сармат» размещена на официальных страницах общественников в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. А на сегодняшний день для отправки на передовую мастера-умельцы «Сармата» подготовили 15 беспилотников. Осталось доукомплектовать их элементами питания, которые должны прийти в самое ближайшее время. После чего сарматовцы планируют лично доставить боевых птичек нашим бойцам. Игорь Скворцов, Александр Ахрамович, телеканал «Первый Советский». В Югре на трассе «Урай-Шаим» завершили второй этап капитального ремонта. Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты выполнили устройство земляного полотна, двух слоев асфальта, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку. Участок трассы с 7 по 14 километров уже введен в эксплуатацию. Напомню, дорегиональная дорога проходит по территории сельских поселений Кандинского района и имеет большое значение для югорчан. В прошлом году в рамках первого этапа здесь обновили участок протяженностью 4 километра и три моста в его составе. В этом году в нормативное состояние привели больше 6 километров дороги. В следующем году капремонт продолжится. В рамках завершающего третьего этапа дорожники отремонтируют еще более 16 километров трассы Урай-Шаин. Сургутский район успешно выполнил годовой план по вводу жилья на 120%. Благодаря строительству и сдаче в эксплуатацию новых домов как инвесторами, так и за счет индивидуальной жилищной застройки. С начала текущего года удалось улучшить жилищные условия для 245 семей. Из них 185 переехали из аварийных деревянных домов, а 60 – из фенольных. На эти цели было выделено почти 1 миллиард 200 миллионов рублей из федерального, окружного и районного бюджетов. Этот год у нас, в принципе, как и прошлый год, очень качественный и очень объемный по вводу многоквартирных жилых домов и по поводу ввода квадратных метров. У нас очень большое превышение планов. У нас по планам, доведенным окружным правительством, мы должны были ввести 64,9 тысячи квадратных метров. На сегодня мы ввели 82 тысячи квадратных метров. Это составляет 120% исполнения плана. В 2023 году было построено и введено в эксплуатацию 82 тысячи квадратных метров жилья в различных поселениях района. Из этой общей суммы около 40 тысяч квадратных метров, что составляет 5 домов, 688 квадратами были построены и переданы инвесторами. В Белом Яре, Ленторе и Угуте также появились многоквартирные дома. Однако основной вклад в перевыполнение плана был сделан за счет развития жилищной застройки в Высоком мысе, где недавно было введено в эксплуатацию 5 новых многоквартирных домов. Еще 42 тысячи квадратных метров жилья были построены в рамках индивидуальной жилищной застройки. А к концу текущего года планируется приобретение еще квартир для переселения. Все это на самом деле происходит не просто так, а за планомерные работы. Благодаря нашему главе Сургутского района Андрею Александровичу Трубецкому, благодаря работе администрации, конечно, благодаря тем субсидиям и средствам, которые доводит до нас окружное правительство. В настоящее время продолжается строительство многоквартирных домов в Барсово и Солнечном. Два из них уже готовы на 95%. Это особенно важно для Сургутского района, который является одним из лидеров Югры по количеству аварийного жилья. Коммунальщики закрашивают, а несанкционированные надписи продолжают появляться на фасадах домов, остановочных павильонах и контейнерных площадках. Жители Ниага не жалуются в социальных сетях и мессенджерах на вандальные граффити с незаконной рекламой ресурсов, занимающихся продажей наркотиков и психотропных веществ. Эту тему регулярно фиксируют специалисты муниципального центра управления. Борются с незаконными надписями на стенах жилфондов не только управляющие компании, но и правоохранительные органы. Как отмечают полицейские, тем, кто распространяет такую рекламу и пропагандирует торговлю смертью, грозит ответственность. Стражи правопорядка просят не проходить мимо злоумышленников, которые наносят запрещенные надписи. Свидетелям подобного хулиганства необходимо обратиться в полицию. ОМВД России по городу Ниагани предупреждает жителей и гостей города за пропаганду наркотических средств в виде нанесения надписей в общественных местах предусмотрено административное наказание в соответствии со статьей 6.13 КОАП РФ. Юные жители 4-го и 3-го микрорайонов каждую зиму находят себе места для катания. Причем совершенно для этого не приспособленные, а зачастую и крайне опасные для жизни и здоровья. Так импровизированной горкой из года в год становится склон около городской библиотеки, который ведет прямиком на ожигленную проезжую часть. Для исключения катания несовершеннолетних граждан с данной горки было установлено ограждение, но хотелось бы предупредить родителей, чтобы они разговаривали со своими детьми. В данном случае кататься здесь с горки нельзя, потому что здесь у нас проходит, имеется проезжая часть, автомобильная дорога, что в любой момент ребенок может на нее выскочить и случится дорожно-транспортное происшествие, в котором ребенок может лишиться своего здоровья. Чтобы преградить опасный путь любителям экстремальных развлечений, подрядная организация общества с ограниченной ответственностью «Дортехстрой» поставила 18-метровый забор. Также барьерные ограждения установлены на пересечении улиц Романа Кузоваткина и Святослава Федорова со склона лесопарка Кедровой. В подрядной организации была дана информация, что барьерное ограждение уже частично демонтировано для того, чтобы дети могли кататься. Из года в год здесь на данном участке пересыпается подрядными организациями песком, снегом для исключения того, чтобы дети здесь не катались, потому что здесь очень опасный участок дороги. Здесь пересечение двух улиц. И транспортный поток здесь довольно-таки большой, особенно в выходные дни, либо в рабочее время. Вандалы повредили стойки и даже открутили стальную проволоку в местах сцепления конструкций ограждения. По словам специалистов управления по ЖКК транспорту и дорогам, в ближайшее время барьерное ограждение будет вновь восстановлено. Но оценителям зимних катаний с горки придется подождать до декабря, когда на центральной улице в пятом и третьем микрорайонах построят ледовые городки. Радужный в очередной раз стал принимающей стороной для проведения региональных соревнований по борьбе с самбо. По традиции праздник спорта, позволяющий определить лидеров соревнования, начался с построения и парада участников состязаний. Мы участвуем в соревнованиях, гости, всегда приятно встречать спортсменов со всей территории нашей Недвятой Югры, у себя дома, и хочется, чтобы вы сюда снова и снова приезжали. Наши организаторы каждый раз стараются делать так, чтобы вы себя чувствовали здесь как дома. Самбо всегда под видом спорта отважно и мужественно для людей. И поэтому я надеюсь, сегодня соревнования пройдут в честной и беспринципной борьбе. Желаю спортсменов крепкого здоровья, бодрости, духа, ну и, конечно же, ярких побед. Всем хорошего праздника! Масштабные соревнования в этот раз собрали в Зале борьбы юность представителей 11 муниципалитетов, желающих продемонстрировать свои спортивные качества, силу и выносливость. Что касается количества участников, на сегодняшних соревнованиях присутствует 11 муниципалитетов, порядка 60 спортсменов участвуют. Выступают они в двух возрастных группах. Это юниоры 18-20 лет, и старшая возрастная группа – это мужчины и женщины. Это 18 лет и старше. То есть юниор может также участвовать в двух возрастах, так как ему достигло 18 лет, может, и по взрослым, и по юниорам. Открыли череду поединков спортсмены, выступающие в группе «Боевое самбо». В числе первых на татами вышел спортсмен из Нижневартовска Курбан Ашурбеков. Он уверенно провел встречу с оппонентом, став победителем напряженного поединка. Молодой человек уже седьмой год занимается спортивным самбо, а в этом году решил попробовать свои силы в «Боевом». И удача ему улыбнулась. Он сразу же одержал свою первую победу. Ну, не скажу, что прям было сложно, но был хороший соперник, хорошо побились. Первый раз выступал по «Боевому самбо». Это была моя первая встреча. Вот. Ну, так нормально. Кто вас подготавливал, кто за вас переживал? Мои друзья, мои братья. Люблю их, спасибо им. Вот. Ну, так. Братья поддерживали, им очень благодарны. Отметим, что спортивное и боевое самбо имеют ряд существенных различий. В основе спортивного самбо лежат броски, удержания и болевые приемы. А в «Боевом» к ним добавляются удары, которые можно наносить любыми частями тела, включая локти, колени и голову. Соответственно, соперника можно нокаутировать или отправить в нокдаун. Что в спортивном самбо не предусмотрено. В «Боевом самбо», как вы видите, сегодня добавлены удары, достаточно жесткий вид спорта. Поэтому скорая помощь присутствует на наших соревнованиях. Наши медики сегодня, как бы, работы им будет предостаточно. Как отметил директор спортивной школы «Юность», региональные соревнования носят отборочный характер. Лучшие из лучших войдут в состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа «Югры». И в дальнейшем представят наш округ на чемпионате Уральского федерального округа. А затем на чемпионате и первенстве России по борьбе с самбо. Нина Журавлева, Эдуард Минахметов, «Новое время. Радужный». Ни погода им нипочем. Первым делом моржи нефтьюганска вышли на освежающую зарядку. Любители холодной закалки с удивительной легкостью находятся без теплой одежды на морозе, которая, кажется, только раззадоривает их. У меня замечательное устранение. Минус болезни, минус плохое настроение, минус килограммы. Прекрасное настроение. Вот захотелось зарядочку сделать с коллективом. Часто делаете? Зарядку каждый день. Занятие на холоде помогает получить огромный заряд энергии на весь день. Однако на этом моржи не остановились. Далее по плану обливания ледяной водой. Кстати, делать это нужно по особой методике, разделяя процедуру на три этапа. Важно понимать все нюансы перед самостоятельной закалкой, чтобы не навредить своему здоровью. Сначала выливаем на живот, потом выливаем на грудь, потом выливаем на голову. Почему? Потому что у нас важнее всего это внутренние органы. Организму нужен именно внутренние органы. После таких водных процедур лучше не вытираться. Ведь именно так можно добиться максимального эффекта от обливания. Сейчас мне наполняются позитивные эмоции. То, что мы действительно едины. И у нас нет ни национальности, у нас нет никаких предрасположений. Мы едины в целях здоровья и долголетия. Поэтому будьте здоровы. Моржи нефтьюганска активно продвигают здоровый образ жизни среди жителей нашего города. Кстати, это мероприятие состоялось в рамках программы профилактики правонарушений в сфере общественного порядка. Каждый желающий может присоединиться к ним, обратившись в группу движения во ВКонтакте. Игорь Шмелев, Рамазан Бурниев, телерадиокомпания «Юганск». У Анны Беляевой рабочий день расписан поминутно. За плечами 25-летний стаж работы в индустрии красоты и десятки постоянных клиенток. Парикмахер ежегодно проходит курсы повышения квалификации и принимает участие в многочисленных смотрах. На чемпионат евроазиатский заявилась случайно просто. В один момент поняла, что хочу попробовать свои силы, проработать свои страхи. Помимо конкурса я работала еще на выставке в команде Юлии Мироновой для создания коллекции от главных спонсоров «Селектив Профессионал». Место я заняла как раз таки «Авангард Фото». Просто шутя отправила фото. Опыт получила, да, счастлива. Конкурсная работа Анны представляет собой высокую прическу в белорозовых тонах, украшенную объемными цветами и перьями. Под прическу были гармонично подобраны платья из белых перьев и соответствующий образу макияж. Это была очень работа мелкая, долгая. И это все делалось из искусственных волос. И очень красивая, и очень нежная. Авангардные направления – это направление такое очень для кого-то странное, оно неносибельное. Ты не сделаешь эту прическу и пойдешь. Это очень эпатажные люди, например, могут выйти в каких-то очень экстравагантных образах. Больше всего это для показов, для подиума, для фотосессий. Развиваться и совершенствоваться Анна Беляева собирается и дальше. Уже в ближайшее время она посетит мастер-класс популярного парикмахера-модельера, а значит в нягонь вернется с новыми навыками, которые обязательно оценят преданные клиенты.